Кому-то из вас нужно подтянуть свое лицо. Подтяните его к Богу. Кому-то нужен библейский ботокс. Вам нужно, чтобы Бог сделал что-то с вашим лицом? Нам нужно вернуть себе радость, веру и надежду. Давайте смотреть проблемам в лицо. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Мы живем во времена тревоги, волнений и страха. Люди не хотят смотреть в лицо своему будущему. Они не хотят смотреть в лицо фактам, проблемам или трудностям. И этим летом Бог начал говорить со мной о том, как смело встречать проблемы и смело смотреть им в лицо. Если вы не взглянете им в лицо, у вас ничего не получится. А также, если вы не взглянете им в лицо, Бог не сможет разобраться с этим. Бог не будет разбираться с тем, что вы не желаете признавать. Да, я обращаюсь именно к вам. Я постараюсь избегать этой проблемы. Нет, вам нужно смело смотреть этой проблеме в лицо. Одна из библейских историй о том, как смело смотреть в лицо проблеме, находится в Третьей книге Царств, глава 19, стих 13. Да, можете немного пошуметь в церкви. Илия бежал из Азавели. Азавель была женщиной, которая все контролировала. Женщины, расслабьтесь, я не о вас. Ее боялись все мужчины в той местности. Она управляла страной через своего мужа Ахова, который поддавался ее манипуляциям. А Илия был сильным пророком. Он мог сказать слово, и прекращались дожди. Он говорил еще слово, и дожди снова начинались. Он мог вызвать огонь с неба. А еще он молился за мертвого человека, и тот воскрес. Илия ходил в силе и власти, пока он не столкнулся с Азавелью. Тогда мы добрались до 13 стиха. Илия ждал слово от Бога. Кто-то из вас тоже ждет слово от Бога. Слушайте, что там произошло. Илия услышал голос Божий, накрыл лицо плащом и встал у входа в пещеру. Он какое-то время прятался в той пещере. И голос Божий сказал ему, илия, что ты здесь делаешь? То же самое я хочу спросить у вас. Что вы здесь делаете? Не физически, а в своих мыслях и эмоциях. Где сейчас ваши мысли? В чем сейчас ваше сердце и ваши эмоции? Как я уже говорил, многие люди страдают от тревоги. С каждым днем все больше людей принимают антидепрессанты, чтобы справиться с тревогой и последствиями стресса, депрессии и паническими атаками. В том же состоянии был Илия. Его разум был перегружен. Бог не спрашивал, почему ты в этой пещере. Он спрашивал, почему ты в этой пещере. Почему ты так сильно боишься будущего? Почему ты стареешь раньше своего времени? Этот человек бежал от самого себя. И в следующем стихе Илия отвечает Богу. Я скажу тебе, почему я здесь. Я расскажу тебе, почему у меня депрессия, страх, приступы тревоги и паники. Все потому, что я горю тобой, Господь. Я стараюсь делать то, что правильно, но при этом я не вижу желаемых результатов. Я ревностно служил Господу, Богу сил. Израильтяне отвергли завет с тобой, разрушили твои жертвенники, а твоих пророков убили мечом. Остался лишь я один, и они пытаются убить меня. Остался только я. Но это не так. Были еще сотни и даже тысячи людей Божьих, которые ждали Божьего движения и были к нему готовы. Но поскольку Илия был в глубокой депрессии и погряз в своих мыслях, то не мог увидеть дальше своих проблем. Когда у вас депрессия, приступы тревоги, вы не видите, что происходит с другими людьми. Вы думаете, вы единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Мы единственные в этой церкви, кто не может забеременеть. Я тут единственный, неженатый. Я был верным, поступал правильно, хранил себя в чистоте. Я хочу сказать всем неженатым и незамужним, вы такие не одни. Таких, как вы, много. Вам следует перезнакомиться и пожениться. Скажите кому-то, ты не один такой. Ты не один такой. Но Илия думал, что он один такой. Только я сейчас в депрессии. Только я сражаюсь со стыдом, чувством вины, печалью, страхом и тревогой. И мне нравится, что Бог ответил на рассуждение Илии о притчах его тревоги и депрессии. В 15 стихе Бог говорит ему, «Возвращайся». Возвращайся. Иными словами, иди и взгляни в лицо тому, от чего ты бежишь. Есть одна книжка, которую мы читаем нашим детям. Там рассказывается о детях, которые шли куда-то. Они не могли обойти какое-то место и перенестись над ним. Им нужно было пройти через него. И именно это Бог говорил Илии. Ты не можешь бежать от Язавели, потому что так ты будешь бегать всю жизнь. Если ты будешь стараться избегать этой зависимости, то она будет становиться больше и больше. Если ты будешь избегать своего долга и стараться не смотреть на него... Кто-то сразу же подумал, «Мне нужно выйти в туалет, потому что я не хочу это слушать». Вы продолжаете избегать или бежать от чего-то. А Бог говорит, «Пора взглянуть этому в лицо. Я дам тебе благодать для этого». Если ты посмотришь этому в лицо, то я сам это разрушу. Но тебе нужно посмотреть этому в лицо с верой. Я проповедую тому, кто избегает чего-то. Страх заставил Илии убежать. Страх — это негативная, стрессовая эмоция, вызванная верой в то, что что-то является опасным. Это синдром под названием «беги» или «сражайся». Когда вы сталкиваетесь с чем-то большим, вы либо сражаетесь с этим, либо убегаете. Страх — это защитная реакция многих людей. То же случилось с Илией. Страх заставил его бежать от того, чему он должен был взглянуть в лицо. Затем страх приводит к тревоге. Это более глубокий уровень страха. Тревога — это чрезмерное, интенсивное, постоянное волнение по поводу любых ситуаций. Нынешнее поколение хорошо знакомо с тревогой. Я постоянно встревожен. Я не могу успокоиться. Я не сплю по ночам. Мне приходится пить таблетки, чтобы уснуть и успокоиться. Я не могу высидеть на собрании. Я постоянно отвлекаюсь на тревожные мысли. Сердце начинает быстрее биться. И я не могу дышать. Затем тревога приводит к депрессии. Депрессия — это третье состояние, заставляющее людей избегать от своих проблем. Это чувство, что ситуация никогда не изменится. И вы навсегда застрянете в этом положении. И я хочу сказать, что мы не останемся в депрессии. Сегодня мы выйдем из нее. Мы взглянем ей в лицо и увидим победу. Чтобы разобраться с ней, нужно понять, что это такое. Вы не можете разобраться с чем-то, пока не поймете, с чем имеете дело. Вера имеет силу смотреть в лицо фактом. С чем я имею дело? Я имею дело с постоянным чувством печали. Меня даже больше не интересует служение. Именно в таком состоянии был Илья. Я больше не хочу проповедовать. Я больше не хочу ходить в церковь. Моим мертвым предкам сейчас лучше, чем мне. А Бог сказал, нет, взгляни проблеме в лицо. Илья, все закончится не так, как ты думаешь. Перестань бегать от того, чему ты должен взглянуть в лицо. Если ты взглянешь проблеме в лицо, я разберусь с ней. Дэйв Рамзи говорит о том, чтобы взглянуть в лицо своим долгам. Вместо того, чтобы смотреть в разные стороны, посмотрите в лицо проблеме, и вы увидите результаты. Если вам хватит уверенности сказать, «Мой Бог больше, чем то, что меня пугает». У психологов есть теория, почему люди избегают каких-то вещей или каких-то людей. Они считают, что все связано со страхом, который вызван ситуацией, что была когда-то в их жизни. Мы еще в детстве учимся реагировать на то, что нас ранит. Они приводят, к примеру, девочку, которая ехала в лифте и застряла на 30 минут. Это ее очень напугало, и она сказала, «Я больше никогда не сяду в лифт в этом здании». И она стала избегать этого. Психологи считают, чем больше вы избегаете чего-то, тем больше и обобщенней становится ваш страх. Затем она перестала ходить в то здание. Теперь ее пугало не лифт, а все здание. Затем она перестала пользоваться лифтом совсем. Так мы переходим на четвертый уровень, заставляющий нас избегать чего-то. И это стыд. Мне стыдно, что мне не хватает сил посмотреть в лицо этой проблеме. Мне стыдно, что у меня долги, и я не хочу, чтобы кто-то узнал о них. Мне стыдно, что я оказался в такой ситуации. В третьем псалме Давид молится и говорит, «Все вокруг. Говорят, что Бог не придет и не спасет меня, но Ты, Господи». Я так рад за те моменты в моей жизни, когда я могу сказать, «Но Ты, Господи». Но Ты, Господи, щит мне. Ты слава моя. Ты возносишь голову мою. Кому-то из вас нужно подтянуть свое лицо. Подтяните его к Богу. Кому-то нужен библейский ботокс. Вам нужно, чтобы Бог сделал что-то с вашим лицом. Некоторые приходят в церковь так, будто бы это похороны Бога. Вам нужно вернуть себе радость, веру и надежду. Давайте смотреть проблемам в лицо, но не чувством поражения, не с чувством тревоги, не со стрессом, а с верой. Давид не мог бы сражаться с Голиафом, если бы сосредоточился на спорах с братьями, которые говорили, «Ты дерзкий, самоуверенный мальчишка, которому не место на поле боя». Но Давид сказал, «Отстаньте, я сфокусируюсь на Голиафе. Мне не нужны эти споры. Мне хватает сражения с Голиафом». Пять способов, как смотреть в лицо тому, что вы проходите. Во-первых, смотрите сосредоточенно. Вы должны быть сосредоточены. В книге «Ниемия» находится история парня, которой Бог призвал восстановить Израиль. Израиль был разрушен. И у «Ниемии» в сердце появилась миссия «Я пойду и отстрою Израиль». И пока он занимался этим, какие-то люди начали выступать против него. Они говорили, «Тебе здесь не место. Ты здесь чужой. Оставь все, как есть». Всегда найдется тот, кто попытается вас отговорить от сражения, которому призвал вас Бог. Всегда найдется тот, кто попытается остановить вас. «Твой отец был таким, и ты таким будешь». Враг всегда пытается отговорить вас от того, к чему призывает вас Бог. Мне нравится ответ «Ниемии» 6, стих 3. «Я занят важной работой и не могу прийти». Зачем останавливать работу из-за того, чтобы пойти к вам? Они приходили к нему снова и снова, а он давал им один и тот же ответ. «Я сосредоточен». На стене. Дрессировщики, работающие со львами, говорят, что самый важный инструмент, который они берут в клетку со львом, это табурет. Можете сами расспросить знакомых дрессировщиков. Но у меня нет друзей, которые дрессируют львов. Ну так заведите их. Итак, самый важный инструмент, с которыми они входят в клетку, это табурет. Они так поворачивают табурет ко льву. Лев могуществен до тех пор, пока он сосредоточен на одном объекте. Его сила в его сосредоточенности. Дрессировщик выставляет табурет ножками вперед, и лев пытается сосредоточиться на этой ножке, на этой и на этой. И пока он пытается сосредоточиться, дрессировщик делает так. Глаза льва начинают разбегаться, и он ничего не может поделать с этим. Это лишает льва его силы. Бог призывает вас смотреть в лицо вещам, которые требуют от вас полной сосредоточенности. А что делает враг? Посмотри на проблему этого человека. Давайте посплетничаем о ней. Просто упустить свою задачу, когда я сосредоточен на чужой проблеме. и я могу избегать моих проблем, пока я сосредоточен на чужих проблемах. Затем враг говорит, тебе нужно ответить тому человеку, что плохо отозвался о тебе в социальных сетях. Нужно отражать все атаки в соцсетях. А теперь я занят этими посторонними сражениями. Давид не мог бы сражаться с Голиафом, если бы сосредоточился на спорах с братьями, которые говорили, ты дерзкий, самоуверенный мальчишка, которому не место на поле боя. Но Давид сказал, отстаньте, я сфокусируюсь на Голиафе. Мне хватает сражения с Голиафом, на нем я и сосредоточусь. Некоторые из вас тратят всю энергию на посторонние сражения. Я не могу противостоять чему-то, пока не сосредоточусь на нем. Перестаньте фокусироваться на чужих проблемах. Сфокусируйтесь на своей. Вам хватает своих проблем. Кому-то Бог говорит написать книгу, кому-то вернуться к учебе, кому-то Бог сказал сфокусироваться в этом году на своем браке, кому-то на здоровье, привести себя в форму. Но если дьявол может достать твой табурет и отвлечь вас, вот почему в притчах сказано, пусть твои глаза смотрят прямо. Вот почему в Луки 9,51 сказано, что Иисус твердо решил идти в Иерусалим. Его лицо было обращено именно туда, куда ему нужно было идти. Ученики говорили, тебе не нужно умирать, не иди туда. А Иисус отвечал, прекратите, я сосредоточен. Кремень это такой камень, который не сдвинуть с места. Вы можете его бить, но лишь пораните свой кулак. Номер 2. Смотрите в лицо проблеме со страхом Божьим. Еврейские юноши в Сидрах, Месах и Авденаго жили в то время, когда израильтяне были рабами в Персии. И царь был величайшим лидером того времени и самым могущественным правителем. Он поставил золотого истукана и сказал, когда заиграет музыка, всегда должны поклоняться этому истукану. Итак, музыка заиграла и люди начали кланяться золотому истукану. Все кланялись, кроме трех еврейских юношей. Они стояли ровно и смотрели в лицо царю, и все говорили, что вы делаете, вы должны кланяться. Все вокруг боялись царя и подчинялись ему, но эти три парня подчинялись более высокому царю. Они боялись более великого царя. Тогда царь спросил их, почему они не поклонялись. Они ответили, потому что мы поклоняемся только перед царем царей и Господом Господ. Представьте, что это Бог. Когда я становлюсь под Божьей властью, тогда я позволяю Богу быть надо мной. Когда я позволяю Богу быть моим Господом и больше хочу угождать Ему, а не вам, тогда я могу победить то, что выступает против меня. Вы не можете возвыситься над чем-то, пока не встанете под Богом. Когда я под Богом, то я могу смотреть в лицо всему, что выступает против меня, и я одерживаю победу. С какой бы ситуацией вы ни столкнулись, вам нужен страх Божий. Эта ситуация нуждается в благоговении перед Богом. Поместите Бога в центр этой ситуации и скажите, «Бог, я доверяю Тебе, я становлюсь под Твоей властью, я буду следовать Твоему слову, и я верю, что Ты приведешь меня через проблемы в суде, исцелишь мой брак и сделаешь то, что кажется невозможным». Но я не могу это сделать, если я в страхе перед людьми или в страхе перед моими желаниями. Вами всегда что-то управляет. И если вы поставите на первое место Бога, а также сосредоточитесь то, что Бог даст вам победу в любой ситуации, слава Богу, мне нравится, как сказал Павел в 1 Коринфянам 4-3. «Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Совесть моя чиста, хотя это оправдывает меня. Но мой судья Господь». Поэтому ни о чем не судите заранее, но ждите возвращения Господа. Он все тайное сделает явным и обнажит скрытые намерения человеческих сердец, и тогда каждый получит от Него хвалу. Смотрите в лицо проблеме со страхом Божьим. Номер 3. Смотрите ей в лицо с верующими, друзьями и родными. Мы никогда не должны переживать свои трудности в одиночку. Я не должен переживать свои ситуации в изоляции. Когда я переживаю все сам один, я совсем один. когда у Давида начались проблемы с его тестем Саулом, Давиду было просто смотреть в лицо Голиафу. Для него это было просто. Он вышел на поле боя и сказал, я могу выступить против тебя, но проблемы с членами семьи это уже серьезно. Это был человек, на которого ему хотелось равняться. Его тесть должен был быть для него поддержкой. Его собственный отец забыл о нем, когда Самуил пришел помазывать нового царя. То есть он уже пережил отверженность от своего родного отца, а теперь он переживает то же самое от своего тестя, и поэтому он решает бежать. Я могу противостоять кому-то, кого я не знаю, но если мне нужно посмотреть в лицо родному человеку, который предал меня, то это куда сложнее. В первой книге царств 22 сказано, что Давид бежал и спрятался в пещере. Люди узнали об этом и пришли, чтобы встать рядом с ним. И это были его братья и его родные. Они услышали о том, что с ним произошло, и не стали обсуждать его. Мы не отвергаем тебя, а хотим быть рядом. Мы пройдем это вместе. Мы преодолеем это вместе. И все те, кто были подавлены или чем-то недовольны, собрались вокруг него. Скажите, не проходи это в одиночку. Вам нужно проходить это с друзьями. Номер четыре. Смотрите в лицо проблеме с прощением. Иосифу было несложно смотреть в лицо Патифару, даже когда жена Патифара отвлекла его. Иосифу было несложно смотреть в лицо фараону. Фараон был величайшим лидером того времени. А Иосиф смотрел ему прямо в лицо и сказал, «Я истолкую твой сон. Все будет плохо, если ты не воспользуешься моим советом». Но когда пришли его братья, на него нахлынули воспоминания. Дан, Рубин и все остальные, вы были там, и вы сказали отцу, что я умер, а еще вы заработали на мне денег. Вы достали меня из ямы, но не для того, чтобы спасти, а чтобы продать в рабство в Египет. Библия говорит, что Иосиф скрыл свое лицо, когда увидел Вениамина. Его накрыла печаль. Иногда сложно смотреть в лицо тем, кто тебе близок и кто больнее всего ранил тебя. Когда Иосиф все же решил помочь своим братьям, Бог сказал, ты должен увидеть это с точки зрения небес. Может, они и продали тебя, но именно Я послал тебя в Египет. То, что они задумали как зло, Бог обратил во благо. Пока вы не простите своего папу, свою бывшую, пастора, который вас обидел, или церковь, сына, дочь, брата, сестру, или хулиганов со школы, пока вы не простите их. Вы и дальше будете избегать чего-то. Вы и дальше будете узником ложной безопасности и защищенности. Вам нужно смотреть в лицо проблеме с прощением. Иосифу пришлось смотреть в лицо братьям. И со слезами на глазах он сказал, «Я, Иосиф, прощаю вас». И он обнял каждого из них. Последний пункт, номер пять. Смотрите в лицо проблеме с верой. У вас всегда есть выбор, страх или вера. Но если вы взглянете в лицо проблеме с верой, то у вас будет больше силы, и вы увидите победу. У вас ничего не выйдет, пока вы не взглянете в лицо своей проблеме. И как только вы это сделаете, Бог разберется с ней. Подходите к проблеме с верой. Притчи 31-25. Она смеется в лицо страхом о будущем. 31-я глава книги притч о женщине, которая во всем полагается на Господа. Так сказано, что она одета в силу и достоинство и смеется в лицо страхом. Она смеется. Ее смех от ее папы. Смейтесь, как ваш отец. О чем ты говоришь? Псалом 2-4. Восседающий на небесах смеется. Бог смеется над вашими проблемами. Но это же так жестоко. Нет. Он смеется, потому что вы их раздуваете. Вы говорите, я никогда из этого не выберусь. Эта ситуация безнадежна. Вы начинаете раздувать свою проблему. Я так боюсь, что мне не хватит денег. Болезнь одолеет меня, а Бог думает, сынок, ты можешь? Дочь, перестань так расстраиваться. Я не бог депрессии, я бог победы, я не бог поражения или смерти, я бог жизни и воскресения. Бог воскресения и жизни, я живой бог. Что бы вы ни проходили, не бегите, не прячьтесь, не пытайтесь обойти проблему или спрятать ее под ковер, взгляните ей прямо в лицо. У вас есть вера для этого, Бог с вами, вы не должны проходить это в одиночку, Бог хочет помочь вам, Он послал в вашу жизнь людей, чтобы они помогли вам пройти это. В моей жизни тоже были вещи, которым мне было страшно взглянуть в лицо, но как только я понял, что Бог поможет мне, и что Он приведет в мою жизнь людей, которые поддержат меня, я стал смелее и взглянул им прямо в лицо. Есть вещи, которые нельзя обойти или миновать каким-то образом, вы должны разобраться с ними, и для этого вы имеете Божью благодать. Пора взглянуть им в лицо и сделать это с верой. Разбирайтесь с ними, с Богом и с друзьями. Разбирайтесь с ними и с Божьей благодатью. Я приглашаю вас помолиться вместе со мной. Скажите, Иисус, я принимаю решение смотреть в лицо проблемам, но я рассчитываю на Твою благодать. Я доверяю Тебе. Я буду действовать вере и при поддержке Твоей семьи. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что Бог будет давать вам силу и приводить нужных людей на ваш жизненный путь. И мы тоже хотим помочь вам. Какой бы ни была ваша проблема, мы хотим поддерживать вас. Если вы зайдете на наш сайт, то найдете там множество вдохновляющих проповедей, которые наполняют вас верой, надеждой, уверенностью и миром в любой ситуации. Спасибо всем, кто смотрит нас, кто нас поддерживает. и подождем. Продолжение следует...